Почему люди не знают, что есть много вер? Как вы думаете, почему? Вот почему люди не могут понять, что есть святые люди в других традициях духовных? Почему? Это же так просто понять. Почему они не могут это понять? В чем причина, как вы думаете? Причина та же самая, почему ковбой Джо неуловимый. Знаете, почему ковбой Джо неуловимый? Да, потому что он никому не нужен. Поэтому он неловимый. Его никто не ловит. По этой же причине люди не знают, что есть другие духовные традиции. Они искренне верят, что только моя правильная. Знаете, почему? Потому что они даже не удосужились этой поизучать. Их эгоистическое представление о Боге настолько сильное, что они даже не удосужились попытаться поизучать, есть святые люди в других традициях или нет. Потому что если есть святые люди в других традициях, значит там есть Бог. Свет в душе приходит только от источника света. Святое означает, что он светом наполнен. Как человек наполняется светом? Только от Бога. Если Бог не наполнит светом человека, как он наполнится светом? Если Бог наполнил светом человека, значит он любит эту духовную традицию и хочет, чтобы она развивалась. Все. Доказательство очень простое. Надо взять и поизучать, есть ли святые люди в других духовных традициях. И если они есть, надо поклоняться этим традициям духовным. Пускай они будут. И радоваться тому, как... Если мне кто-то скажет что-то плохо про духовных людей, чужой духовной традиции, и в сердце моем появится счастье о том, вот у меня какая хорошая традиция, а у них какая плохая. Знаете, что я делаю? Я открываю книжку, которая описывает святых людей в этой традиции и начинаю читать. И по мере моего чтения вот эта вот сила, которая заставила меня гордиться своей традицией, а значит собой, она начинает таять постепенно. И когда она совсем растает и трезвое представление о мире воссоздается, тогда можно книжку уже закрыть. В противном случае дальше надо читать. Потому что эта зараза, она не даст развиваться человеку в жизни. Пока человек не оставит ненависть к другим проявлениям культуры, веры, понимания вещей, он развиваться не сможет дальше. Он так и будет стоять на одном месте. Недоразвитый. Любить говорить добрые слова – это лекарство. Единственный способ установить семейные отношения. Не восстановить, а вообще просто их установить, потому что люди чаще всего их не имеют. Вот мой опыт исследования семейных отношений показывает, что чаще всего люди просто их не имеют, этих семейных отношений. Они пока можно было наслаждаться телом близкого человека, наслаждались. Как наслаждение закончилось, они дальше просто рядом сосуществовали. Потому что единственный способ жить с кем-то, знаете какой? Это учиться, несмотря ни на что, говорить ему добрые слова. Часто у людей язык не поворачивается говорить добрые слова. Почему? Потому что хочется сказать правду. А правду мы знаем, что такое правда. Правда – это то, что мне в человеке не понравилось, в чем он мне больно доставляет, в чем проблема у него в жизни. Это правда. Все остальное – это неправда. Все остальное – это игра. Нам кажется, это просто… Если просто сказать, что ты такой хороший человек близкому человеку, это правда или нет? Некоторые задумались. А вы знаете, что душа… Вот душа, мы все души, мы все души. Душа имеет вечную природу. И она состоит из всего трех энергий. Первая энергия – это стремление к вечности. Стремление к вечности означает стремление к истине, к правде. Потому что вечность и правда, и истина имеют одну и ту же энергию. Да, человек достигает правдивости полной. Он сливается с вечностью в своем сознании. Поэтому только правда в душе есть, больше ничего нет. Душа соткана из правды. Поэтому она имеет вечную природу. Ложь не может жить вечно. Ложь – это временная вещь. Это первая энергия души. Вторая энергия – это энергия позитивизма. Это энергия того, что все будет на самом деле хорошо, и все есть хорошо. Все справедливо в этом мире. И жизнь эта тоже имеет большую ценность. Все справедливо, все имеет ценность. Вторая энергия души. Эта энергия называется знание. Потому что единственное, что надо знать в этом мире, что счастье есть. Очень нужно каждому из нас знать, что счастье есть. А больше ничего знать не нужно. Все остальное знание – это просто пустая трата времени. Человек должен почувствовать счастье, узнать о счастье. И к этому человек должен всеми силами своей души стремиться о том, что такое счастье. Должен почувствовать это сердцем своим. Потому что знание в сердце находится, но не в голове находится. Не размышлять надо о счастье, а жить с ним. Для этого надо с счастьем соприкоснуться, а значит сделать что-то не для себя. Так, вторая сила у души – это знание о том, что такое, что есть счастье. И третья сила, которая у души есть, третья структура, как бы его основа, основа души – это само счастье. Душа соткана из энергии счастья. Она излучает ее. Как в одной песне послевоенной поется. «А навстречу не спеша шла раскрасавица душа». Ну, про женщину имеется. «Шла раскрасавица душа». Когда человек видит красоту человеческую, он видит душу на самом деле. Когда мы видим простоту детскую, вот эту правду в глазах ребенка, почему детей так люди любят? Потому что душа раскрасавица у детей очень открыта. У детей карма еще не начинает сильно идти наружу. И поэтому ребенок, он радуется жизни, от него энергия счастья идет. Он смотрит на мир, и у него глаза пропитаны верой, что все будет хорошо. У него глаза пропитаны вечностью у ребенка. У него глаза пропитаны энергией счастья. И поэтому так безумно родители любят своих детей. Почему? Потому что они видят душу, которая еще не запачкана энергией кармы. Теперь возьмем ту же самую душу в 70-летнем возрасте. Мы видим, что уже нет такого взгляда. Это означает, что человек жизнь прожил зря. Потому что в 70-летнем возрасте должен быть такой же точно чистый и светлый взгляд, но уже наполненный энергией знания. Человек должен вернуться опять к этому состоянию. Он должен быть опять таким же в свои 70 лет, каким он был в годик отроду. Таким же сияющим, чистым и простым, как в маленьком возрасте. Почему? Потому что жизнь человеческая направлена должна быть только на это. на то, чтобы осознать себя, что я душа. И когда человек понимает, что он душа, жизнь становится прекрасной и хороша. Понимаете? А в противном случае будут страдания. Почему? Потому что если мы человеку говорим, какой ты хороший, и мы не знаем об этом, мы думаем, ну он же плохой на самом деле, что ему об этом говорить. Это означает, что мы не имеем знания о нем, об этом человеке. Потому что он на самом деле хороший, просто нам этого не видно. В этом проблема заключается. И поэтому веды говорят, ты должен близкому человеку говорить все эти слова просто из чувства долга, и тогда ты увидишь это в нем. Просто из чувства долга. Мы часто думаем, надо говорить то, только правду, что ты чувствуешь от человека, то и говорить. У нас такое представление о жизни. Так, вот надо правду матку, мы говорим, правду матку гнуть надо. Нет. Веды говорят, это неправильная жизнь. Надо что делать? Надо говорить человеку только то, что надо говорить. Из чувства долга. Ты такой хороший, надо говорить. Ты на самом деле чистый и бескорыстный. Надо относиться к нему как к душе. И говорить ему смело эти слова. И он как в ответ будет говорить, да ты что? Ему самому будет удивительно знать об этом, понимаете? Надо говорить, ты на самом деле очень любимый. Ты очень красивый. Ты очень хороший. Надо так говорить близкому человеку. Из чувства долга. Знаете, что потом произойдет? Вы увидите в нем это все. Увидите. Это реально произойдет. Это чудо произойдет. Такое чудо, как любовь. Мне хорошо с тобой. И в снегопад, и в дождик проливной. Любовь это результат. Служение человек. Служит близкому человеку, и любовь появляется. Это результат служения. И все. Надо служить. А служить чем? Добрыми поступками, добрыми словами и прощением. Все, что он не вытворяет, надо прощать. Если не можешь простить, уже дело дошло далеко. Отстранись. Карма сгустилась в семье. Отстранись. Не лишай вопросы. Просто стань твердым, как скала. И не общайся с человеком. Желай ему счастья. И будь отдельно. Он все поймет сразу. Такая твердость очень трезвит сильно. Для того, чтобы человек отрезвел, не надо уходить. Надо просто отстраниться, решительно жить своей жизнью. И все. Но для того, чтобы жить своей жизнью, надо ее иметь. Часто люди не имеют своей жизни. Они живут чужой жизнью. Женщина говорит, я живу только для своих детей. Так это означает, что ты не живешь. Потому что ты живешь не для своих детей на самом деле. Ты живешь их радостями. Их печалями. Означает, ты хочешь наслаждаться своими детьми. Потому что когда человек, мать, настоящая мать, она не живет только для своих детей. Она живет только для Бога. Для святых людей. Она живет только. И эту силу, счастье, которое она наполняется, она отдает своим детям. Вот эта женщина живет только для своих детей. И не только для своих детей. И только для них, и не только для них. Но если женщина говорит, я живу только для своих детей. Я не могу терпеть, когда они страдают. Это означает, что ты живешь только для того, чтобы ими наслаждаться. Почему ты не можешь терпеть, что они страдают? Почему ты не можешь этого терпеть? Потому что ты хочешь ими наслаждаться. Есть только одна причина, почему ты не можешь этого терпеть. Потому что есть два типа матерей. Одни матери провожают сына в армию или на войну с улыбкой. А другие провожают в истерике. Знаете, почему одни провожают с улыбкой? Думаете, потому что они не любят своих сыновей? Любая мать любит своего сына. Почему она с улыбкой провожает? Потому что она хочет подарить ему силу, чтобы он справился со своими трудностями. А если человек хочет подарить силу, значит, она у него есть. Это один тип матерей. А второй тип матерей думает о том, как она будет жить без сына эти два года. И поэтому она плачет. Или думает о том, что ему может быть плохо там в армии. Это тоже означает, что она думает о себе. Понимаете разницу или нет? И та, и другая женщина кажется, и той, и другой женщине кажется, что она любит. Но одна из них по-настоящему любит, а вторая на самом деле пользуется энергией счастья, которая исходит от детей. И та женщина, которая пользуется энергией счастья, будет страдать в жизни. А та, которая отдает энергию счастья, будет счастлива. Таков закон. Поэтому для того, чтобы стать матерью, надо ей еще стать. Не каждая женщина достойна быть матерью. Надо стать матерью. Это важно. Каждая женщина мать. Это факт. Каждая женщина, каждая из вас мать. Каждая из вас мать. Но ей надо стать. Надо сдать свой экзамен. А для этого надо служить святому человеку в своем сердце, наполняться энергией счастья от него и дарить счастье всем. Не пользоваться счастьем, а дарить. Итак, говорить добрые слова. Видите, здесь интересно, как фраза строится. Святой человек интересно фразу строил. Написано, любить, запятая. Говорить добрые слова – это лекарство. Так вот, знайте, любить и говорить добрые слова – это одно и то же. Вернее, если говорить добрые слова человеку, то любовь появится обязательно. На самом деле, единственный способ любить – это говорить добрые слова человеку. Потому что только через общение любовь проявляется. И она проявляется только через любовь в душе. Потому что если мы клянчим счастье от человека и постоянно ноем и стонем, и требуем что-то от него, это не любовь. Это просто желание съесть его энергию любви. Любовь – это то, что исходит из тебя. Мой один хороший друг, со мной вместе работает один человек, он спросил своего духовного учителя. У него очень плохие отношения в коллективе с другим сотрудником. И он спросил у духовного учителя, как ему строить отношения. Знаете, тот ему одну фразу сказал, только у него все проблемы пропали в отношениях. Знаете, какой он фразу сказал? Сказал ему, отношения – это не то. Отношения с человеком – это не то, что исходит от него, а то, что исходит от тебя. Он говорит, ну он же, ну он, ну он, ну он. Он еще раз ему говорит, отношения – это не то, что исходит от него, а то, что исходит от себя. Ну как с ним, ну как с ним, с таким вот… Нет, отношения – это то, что исходит из тебя. Он такой подышал, понял. И понял. И он понял, что на самом деле не имеет значения, как он себя ведет. Не имеет вообще никакого значения. Отношения, если ты хочешь отношения с человеком правильные, то ты должен сделать их сам. Сделай в своем сердце отношения, и дальше ты увидишь, как они поменяются там. Только один способ поменять отношения – это в своем сердце сделать правильное отношение, правильно начать в сердце относиться к человеку. С помощью молитвы. То есть всегда с помощью внутренней жизни все решается. С помощью пожеланий всем счастья, молитвы человек должен родить хорошее отношение к человеку. Иногда на это уходит полгода, иногда год. Это не одна секунда, поверьте мне. Вот если, допустим, отношения плохие с человеком, это надо рожать, стараться, стараться, стараться. Наступит момент, и раз, и в сердце появится спокойное, правильное отношение к этому человеку. Все. Он ни один раз ругнуться уже не сможет при тебе. Он не сможет на тебя плохо сказать. У него ничего, у него не останется никакой силы злиться на тебя. Все. Значит, что ты победил свою судьбу таким образом. Там какие-то записки, да, были? Итак, клевета – это результат. Спасибо большое. Клевета – это всего лишь результат неправильного представления об отношениях. Люди ругаются, спорят друг на друга, рассказывают свою правду. Всего лишь потому, что они не знают, что на самом деле о правдах не спорят. Нет смысла правду рассказывать. Вот вы сейчас, допустим, придете домой после лекции. И скажете своему близкому человеку, я на лекции была. И там говорили про тебя правду. Все это значит, вы на лекции ничего не поняли. Потому что на лекцию, я на этой лекции правду говорил только про себя. Только про себя. И все. И больше ни про кого, даже ни про кого из вас. Поверьте, ни про кого из вас. Только про себя. Одного. Я говорил правду на этой лекции. И если вы ее услышали, мою лекцию, вы придете домой, и вы поймете, что правду всю про меня говорили. И вы мужа не будете трогать в результате и жену. Вы подумаете, ну что его трогать, это же все мои проблемы. Это значит, что вы лекцию услышали. Как определить, мы прогрессируем от жизни к жизни или деградируем? Может быть, в прошлых жизнях мы были священниками, служили Богу, а сейчас сидим на этой лекции. И так далее. Очень просто определить. Сейчас я вам скажу. Веда говорится, что если человек встал хотя бы одной ногой на путь служения к Богу, сделал несколько шагов на этом пути, то он никогда в своей жизни, в следующих жизнях, с этого пути уже не свернет. Никогда. Его жизнь может забить до такой степени, что он будет просто не знаю кто. То есть настолько сильно карма может навалить, что он сопьется там, наркоманом станет. Но когда человек начинает служить Богу и соприкасается с этой истиной, с этим светом, с этой чистотой, которая исходит от этой жизни, он этого забыть никогда не сможет. Это невозможно. Память эта имеет такую силу, что она также вспоминается и в следующей жизни. Человек рождается, он ничего не знает, ребенок. Но память о том, как служить Богу, остается в сердце. Это описано в Бхагавадгите. То есть человек на этом пути никогда не свернет с него, он никогда не имеет потерь. И он будет всегда защищен от непреодолимых трудностей. Судьба его дальше не сломается. Все, кто встали на путь служения Богу, вниз уже не смотрят. Они идут всегда этим путем. И какие бы трудности в их жизни ни были, они по пять потом возвращаются назад на этот путь. На этом пути не бывает потерь. Так говорится в Бхагавадгите. Ведах. Поэтому, если вы сидите на этой лекции и чувствуете, что вам все это уже знакомо, это значит, что вы уже давно идете этим путем. И это значит, что все трудности, которые у вас есть в жизни, это просто ерунда. Они все решатся. Но если вы чувствуете, что, может быть, это все ерунда, то, что он говорит, значит, может быть, вы этим путем еще не шли в своей жизни. Потому что если вы этим путем уже идете, сердце откликнется, откликнется, понимаете? Она почувствует правду. Если вы почувствовали правду, значит, вся эта жизнь до этого, если вы ее жили не так, она была просто предысторией вашей судьбы. Это просто была как бы дверь в жизнь настоящую. Потому что настоящая счастливая жизнь у человека начинается тогда, когда он начинает жить, служить своими мыслями святому человеку. Начинает жить для него. Желает ему здоровья и счастья. И только в таком состоянии можно забыть о себе, о своей судьбе, о своей жизни. Тогда начинается настоящая жизнь. Ни для детей, ни для мужа невозможно в это состояние войти, потому что все корыстные вокруг. Ты живешь для них, и ты эту энергию корысти назад возвращаешь. Поэтому ты не можешь почувствовать настоящее счастье, потому что все крутится в этой энергии корысти. Бхагавад-гита означает то, что Бог сказал. То есть песнь Бога. Когда Бога спросили, а какая вообще самая главная проблема в этом мире, в этой жизни? Какая у людей самая большая проблема? Бог ответил, есть только одна проблема. Это сила, разрушающая нашу жизнь, называется корысть. Только одна проблема. Больше нет вообще никаких проблем. Он сказал так, ответил. Верующие новопоколения считают, что все религии создал дьявол. Единственный путь через Иисуса, как вещает Библия. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну зачем я это буду прокомментировать? Ну зачем? Мы же говорили только что об этом, что не надо никого обсуждать. Кто как считает. Пускай каждый идет своим путем. Вот так человек считает, пускай считает хорошо. Пускай идет этим путем. Может быть у него там все будет хорошо на этом пути. Я видел христиан и православных, и других традиций христианских с другим настроением. И не то, что они там редко встречаются. Это частое явление. Православные люди, у них очень щедрое сердце. Каждый человек любой веры считает, что его путь самый лучший. Это нормально. Точно так же, вот допустим, смотрите. Две девушки любят одного парня. Как вы думаете, может девушка, если она любит парня, считать, что та его любит больше или нет? Невозможно. Это просто невозможно. Потому что любовь имеет такую природу, что человеку кажется, что у него самое лучшее. Так устроена любовь сама. Поэтому если человек Бога любит, ему кажется, что у него самая лучшая любовь. Все остальные как бы виды любви к Богу для него это просто ерунда. Ну и что? Ничего страшного. Это нормально. Главное не поддаваться, понимаете, на эту провокацию. Люби Бога дальше, иди, но никого не критикуй, не ругай никого. Вот вы сейчас меня что попросили в этой записке? Чтоб я поругался на людей этой веры, которые вот так считают. Но я не хочу это делать. Зачем я буду ругаться? Пускай считают, как они считают. Вопросы не по теме. А зачем не по теме? После прошлой вашей лекции я начал вставать пораньше. Идти под колодный душ, кушать правильно, соблюдать посты. Ну и по всякому... Ну это все по теме, кстати. И по всякому работать над своим характером. Все получалось хорошо и чувствую себя отлично. Но... 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 Головой понимаю, что надо вставать, но тело хочет спать. Раньше я с этим справлялся. Уже полтора месяца это продолжается. А у меня уже 20 лет. Извиняюсь, если есть ошибки. Вообще, вы очень без ошибок все написали. Все по-русски. И по-латышски, и по-немецки. На интернациональном языке написали. Очень люблю такие записки, искренне. Вы знаете, это все по теме. Потому что сначала... Ведь все происходит не потому, что мы как бы вот такие вот крутые. Понимаете? Все происходит потому, что нам дается подарок. Вот если вы уйдете с этой лекции, и у вас вырастут крылышки сзади. Вы потом утром начнете вставать, обливаться душем, молиться, желать всем счастья, любить какого-то святого человека. И жизнь ваша станет чистой, светлой и неповторимой. Знайте, что это подарок от Бога вам. Подарок от Бога. Самое сильное чувство по отношению к своему духовному учителю в своей жизни я испытал тогда, когда увидел его первый раз. А потом много лет молился там, думал о нем. И только когда я начал молиться за его здоровье и перестал думать о себе, я вспомнил это чувство опять. И опять оно вернулось ко мне. Начало возвращаться в мое сердце. И все опять вновь появилось. Такая же жизнь, такое же счастье. Но уже теперь понятно откуда, что это не мое. Вы теперь уже не можете сами вставать рано утром. У вас уже нет сил вставать. Значит, подарок закончился. Теперь надо учиться жить правильно самому. Теперь подарок закончился. Теперь надо самому. Надо изучать как. Я пробовал по-разному вставать с постели. Сейчас я вам объясню знания, которые вы получите, и вам все будет легко вставать с постели. Смотрите. Если вы искренне его примете сейчас, вам легко будет вставать с постели. Смотрите, я по-разному пытался вставать с постели. Иногда я делал себе внушение с вечера. Я встану рано. Это помогает. В какой-то степени. Иногда я просто ставил такой будильник, что он просто меня... Я подпрыгивал раньше, чем мог понять, что происходит. Там просто как граната взрывается. Такой... Иногда так я относился к себе. Очень жестко. Такой будильник ставил. В Японии придумали будильник круглый, резиновый. И только если со всей силы об стенку его стукнуть, тогда он перестает орать. Так устроен будильник. Что вот только со всей силы об стенку. И он тогда успокаивается. Чтобы со всей силы стукнуть, надо проснуться. На это рассчитано все. То та же система, короче. У меня был даже такой опыт, знаете, в жизни, что я в святом месте спал вместе со своим другом рядом. И мы между кроватями ставили будильник. Кто вперед, его как бы отключит. Мы соревновались. То есть он звенел, и надо было первым как бы нажать на него. И даже такое у меня было в жизни. Даже так просыпался. Помогает. Хочется быть первым. Сразу просыпаешься, ты хочешь быть первым. Помогает. Но ненадолго. Потому что и это тоже заканчивается. Все заканчивается. Но только одна вещь в моей жизни не закончилась. Знаете, есть такой опыт. Если ты просыпаешься и начинаешь повторять молитву, обращенную к Богу, надо делать это вслух. Вот тяжелее всего заставить себя это делать. Очень тяжело заставить себя ее повторять. Ум говорит, ну что ты не так? Без молитвы не встанешь, что ли? Ты уже проснулся. Зачем тебе ее повторять? Надо начать ее повторять вслух. И если вы повторите 10 раз, вы уже не сможете в кровати дальше лежать. Вам захочется встать. Вот так работает система. Сто процентов. Еще хорошо помогает, если вы на ночь будете включать молитву тихо, чтобы она звучала, чтобы можно было спать. Вы когда просыпаетесь от будильника, вы должны послушать ее, как она звучит. А потом уже еще самому повторить. И тогда Бог поднимет вас с постели. Веда описывает, что в этой жизни есть только сила Бога и сила нашего эгоизма. Сила эгоизма имеет временную природу. И человек иногда с помощью своей силы может совершить аскезу. Это хорошо. Это значит, что у нас есть благочестие. Но она имеет временную природу. Никогда не надо на свою силу в жизни полагаться. По-настоящему тверд в жизни только тот человек, который знает, что только сила Бога настоящая, правильная и нужная. И на нее надо опираться в своей жизни всегда. Только Он может сделать все правильно, а не я. Поэтому надо этой силой вставать. Не надо думать, что я как бы собой пренебрегаю. Нет. Это правильное отношение к жизни. Надо повторить 10 раз молитву и встать потом смело с кровати. Не бойтесь. Это будет настоящий подъем. Будет счастливый, хороший, легкий. И самый лучший в жизни. Потом следующий тоже будет самый лучший в жизни. Такой же, как этот. Всегда человек идет правильным путем. У него каждая мысль, каждый день самый лучший в жизни. Все самое лучшее в жизни становится. Значит, что человек пошел правильным путем. Итак, вам надо понять, что не надо больше жить своими силами. Надо полагаться на волю Бога. И тогда легко все будет делать. Я могу привести такой пример. Я в юности, у меня жизнь тяжелая была в детстве по семейной ситуации. То есть мать очень сильно страдала с отцом. Я тоже мучился от этого. Ну, тяжелое детство было. Мне это в 12 лет, мне это в 11 даже лет я начал уже работать над собой. Я начал экспериментировать. Я начал голодать. То есть из-за чего я хотел голодом добиться внутренней силы. И как бы я голодал, голодал, увеличивал голодание. Дошло до трех дней. То есть там я в определенной промежутке делал перерыв. И потом по три дня голодал. И я доголодался до такой степени, что у меня просто ни одной... Я вот помню это состояние. Я как вот, знаете, змея смотрит на лягушку, так я не мог отвлекаться от пищи совсем. Я думал везде о ней. И в школе, и дома. То есть у меня картинка еды стояла вот так в глазах все время. И знаете-то, чего я до себя довел? Ну, у меня такая сила внутренняя была. Я сражался как бы с голодом до последнего. Знаете, чем все закончилось? Я заходил на кухню, кушал. Потом заходил в туалет, совал два пальца в рот, вырывал все это. И потом сила какая-то неведомая меня опять тянуло на кухню. Я опять ел, опять в туалет, два пальца в рот. Я сражался до последнего с желанием кушать. Но оно меня победило. После этого я перестал с ним сражаться. Потом точно так же я начал сражаться с желанием спать. Это было на первом курсе мединститута. Я помню, мне дали там много всяких руководящих этих должностей комсомольских. Там был секретарем комсомольской организации, там все прочее. И мне некогда было учиться. Я вставал рано утром, в три утра. Ложился поздно, там где-то в одиннадцать ночи. И у меня было на сон всего четыре часа. И это закончилось через полгода знаете чем? Что я хотел спать всегда. Каждую секунду своей жизни я хотел спать. И больше ни о чем не мог думать. Сон победил меня тоже. Сначала меня еда победила, потом меня сон победил. И знаете, лучше всего с этими вещами не сражаться. Они сильнее нас. Надо просто знать точно, что ты встанешь рано утром, если ты проснешься. Надо себя разбудить. Поставить будильник, разбудить. Когда ты проснулся, надо повторять молитву, вслух себя заставить. Даже ты не хочешь вставать, ничего страшного. Ты не хочешь вставать, не надо вставать. Мне не надо вставать. Мне надо только повторить десять раз молитву. Искренне повторить десять раз молитву. Как только повторил, все, лежать незачем. Надо просто хочется. Ну хочется встать и все. Не лежать незачем становится, понимаете? Точно так же, когда человек понимает, зачем проводить голодные дни. Знаете, зачем проводить голодные дни? Когда человек не кушает, у него очень ясное сознание, он может посвятить себя в уме Богу гораздо лучше, чем в простые дни. Как только человек это понял, ему уже незачем кушать. Он будет паститься в эти голодные дни с удовольствием. Но одно условие. Когда человек пастится, он не должен жить для себя. Веды говорят, что когда человек пастится для себя, он рушит свое здоровье. Допустим, вы решили для здоровья сделать голодный день. Это значит, что в этот голодный день вы убьете себя чуть-чуть побольше, чем обычный. Почему? Потому что когда человек голодает для себя, он думает, я буду здоровым, я буду здоровым, он не ест. Знаете, что он делает в это время? Он дразнит желание кушать. А это желание принадлежит высшим силам. И когда человек дразнит желание кушать, потом, на следующий день, оно на него нападает. Оно говорит, теперь можно уже кушать? Человек говорит, теперь можно. И оно говорит, ну тогда ешь! И он ест, 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 ест. И он не может остановиться. Почему? Потому что желание кушать сильнее. Оно доказывает. Я заметил, что те люди, которые голодание в практику ввели такое для здоровья, они все толстые почему-то. Потому что они отъедаются потом гораздо сильнее, чем голодают, понимаете? Я когда в медицинске учился, один мой знакомый написал кандидатскую диссертацию на тему длительное голодание. 20 дней, 15-20 дней. Знаете, что он отметил? Что люди, которые совершают такое голодание длительное, они могут вылечиться от телесных болезней. То есть они могут вылечить миому матки, могут вылечить астму, аллергию и так далее. Они могут это все вылечить. Но знаете, что потом возникает у них проблема? Они становятся настолько нервными и чувствительными, что они не могут жить в социуме. Они не могут ни работать нормально, ни общаться с людьми. Они не могут нормально отношения, семейные истории. Они рушат просто свою жизнь. Потому что у них настолько сильно обострается чувствительность после такого голодания. У них тонкое тело становится чувствительным. Но так как человек для себя голодал, оно не становится адаптированным к этой жизни. У святых людей тоже чувствительность высочайшая. Они видят мысли других людей. Они чувствуют болезни, проблемы всех людей. Но при этом они не чувствуют дискомфорт на себя. Почему? Потому что они правильно к этому всему могут относиться. То есть они эту чувствительность высокую получили в результате просветления. Но человек, который голодает для себя, он тоже просветляется. Но для себя. В результате он становится одиночкой в обществе. Он не может жить нормально. Точно так же есть люди, которые посвящают себя Богу. Вернее, не Богу, а которые начинают уходить в веру для того, чтобы понять, какой этот мир ужасный. То есть они как бы изучают Писание. Но какая у них цель внутренняя? Понять, что это все плохо, все вокруг. Вся эта жизнь плохая. Они для этого делают. Что происходит с этими людьми дальше? У них рушится семья. Они уходят с работы. Они становятся как волки. Одинокие, знаете? Где-нибудь в деревне какой-нибудь сидит и воет. Я таких видел. Духовной практикой занимаются. Воют на всех в деревне. Молитву помолятся и начинают всех критиковать, критиковать. Глаза квадратные. И уже ничего у человека не осталось. Ни семьи, ни дома, ни жизни. Он нищий. И все равно глаза квадратные всех критикуют. Все плохо, все плохие. Ужасно. Это ужасно. Человек не понял, кто такой Бог. Для чего он все это создал. Поэтому надо очень внимательно отнестись к тому, куда мы идем. Куда мы движемся. Вы, если чувствуете, что вы не можете вставать, значит, вы это все делали для себя. Человек, когда для себя все делает, он не может ничего делать дальше. Человек устает от всего. Хоть ты для себя стал вегетарианцем. Неинтересно. Душе неинтересно это, понимаете? Хоть ты вегетарианцем для себя стал. Хоть ты моржом стал для себя. Хоть ты голодаешь там для себя. Душе неинтересно. Она перестает этим интересоваться. Душа не хочет дальше это делать. Потому что бессмысленно. Знаете, самая ужасная опасность, которая существует в этой жизни? Самая большая опасность заключается в том, чтобы стать благочестивым человеком. Потому что когда человек становится благочестивым, то он начинает этим гордиться. И это самая естественная гордость на земле. Ну вот, допустим, человек иногда гордится тем, что я видел два алкоголика сидят и говорят, а ты морешь бутылку водки сразу бы опять. Глаза квадратные. Ну чем гордиться-то? Ну протрезвеет человек и поймет, что это все. Ну, может быть, не сразу он это поймет. Ну, когда-нибудь он поймет, что это все не то, чем гордиться можно. А вот если человек стал вегетарианцем, вот тогда он уже знает, чем можно гордиться. Он говорит, вы все мясоеды, трупиков из холодильника уберите. Одна девушка ко мне подходит, говорит, мне что холодильник выкинуть, в нем мясо муж принес, положил. Я говорю, что? Он осквернился, как я вообще в этот холодильник буду теперь пищу чистую класть? Глаза такие квадратные. Муж рядом стоит такой. Она такая благостная вся такая. Как коршун. Нам мужа такая. Вегетарианка настоящая. Нет, это страшно. Это страшно. Если человек начал, стал верующим, это еще хуже. Он говорит, я такой-то традиции. Глаза квадратные. Это еще даже клеще, чем вегетарианец. Вообще ужасно просто. Знаете, кем человек должен стать? Душой. Это означает, что он считает себя маленьким. Что он не считает вправе критиковать кого-то, судить. Но он сам считает, что он для Бога так делает. Это я для Бога так кушаю. И все. А если человек еще не начал кушать для Бога, так кушать, что у него в сердце возникает? Он говорит, лапочка моя, что же ты не стал кушать-то для Бога так? Жалко. Понимаете? То есть у него как бы, к нему любовь такая, сострадание появляется. Желание заботиться об этом человеке. Но он не хочет для Бога вот кушать, для себя кушать. Ну, жалко такого человека и все. Понимаете, когда человек для Бога что-то делает, у него гордость не появляется в сердце. Не возникает. Потому что Бог ничем не гордится. С кем поведешься, от того и наберешься. Если ты с Богом повелся, то ты решаешься гордостью, начинаешь чувствовать себя маленьким. Все. Никого не трогаешь. Тебя спросят, ты верующий человек? Ты скажешь, искренне скажешь. Мне до верующего человека еще далеко. А вот этот вот настоящий верующий. Понимаете? Так в сердце возникает такое чувство. Это означает, нормальная, хорошая жизнь началась. Потому что все остальное это просто бред. Просто бред. Все это вот я. Все. Другой вариант просто эгоизма и все. Другой вариант. Более скрытый, более тайный. Опасный. Еще опаснее. Потому что когда человек хочет, глаза квадратные. Я верующий, мы верующие. Но это бред просто, понимаете? Потому что душа по своей природе, она очень скромная. Когда человек духовную платформу занял, в душе приближается. Ему хочется быть маленьким, не хочется выпендриваться совсем. И он чувствует, что это правильно так жить. Это правильно. Не надо никому ничего доказывать. Потому что любовь всепроникающая. Ее не надо доказывать, любовь. Она и так всеми чувствуется. Если у тебя и она есть, любовь, это значит, все увидят. А если ее нет, так и не выпендривайся. Что доказывать-то все? Если у тебя есть, все увидят. И так, кому надо. А кому не надо, ничего страшного. Это не твое дело. Вот и все. Все очень просто. Мне дали знать, что пора, хватит заканчивать болтать. Вот у меня две записки осталось. Я заотвечу на следующие лекции на них. Обязательно. А если у вас слишком много записок, то у нас в понедельник будет специальная лекция для этого. Будем на все записки отвечать, какие только есть. Всю лекцию. Сейчас мы с вами попытаемся, если вы хотите, пожелать всем счастья. Так? Давайте сядем прямо. Самое лучшее время в жизни человека — это время испытаний. А если человек живет в стране, в которой идут испытания, то это значит, он проводит свое самое лучшее время в жизни так же и с другими людьми. Я вам сейчас это очень легко докажу. Когда идут испытания в стране, то люди становятся чистыми. Почему? Потому что они страдают. Страдание — это естественный способ очиститься. Самый простой естественный способ. Когда начинается война, с одной стороны это испытание, с другой стороны это благословение. Когда страдания идут в стране, с одной стороны испытание, с другой стороны благословение. Потому что сердце очищается. А самое главное в этой жизни – это чистое сердце. Сейчас в вашей стране идут испытания. Это означает, что Бог особую милость на вашу страну пролил. Вы что думаете, особая милость там, где все хорошо? Люди там спиваются, они там развращаются, становятся гордыми, злыми и так далее. А я вижу по вам, что в вашей стране люди становятся чистыми, заботливыми, любвеобильными. Понимаете? Но единственное условие – надо победить себя. Надо принять вот такую судьбу. Будете ли вы здесь жить или не будет – не имеет значения, это ваш выбор. Но надо принять судьбу. И пока человек живет здесь, в стране, в месте, где идут испытания, надо принять эту жизнь, любить ее и радоваться ей. Когда человек начинает радоваться жизни, он что делает? Начинает помогать всем вокруг, заботиться обо всех. Люди же страдают вокруг. Некогда думать о себе, надо помогать всем. И в этой помощи он будет жить и будет счастлив. Вот и все. Все очень просто. Давайте поможем стране. Я не знаю, как это было на самом деле, но я прочитал одну статью, что доктор Ветров в свое время здесь, в Риге, организовал такое мероприятие. Он провел какую-то ягию, что ли, что-то такое. Я не помню точно, какие факты, но это в Риге было. И потом в это время проверяли статистику. И оказалось, что в это время количество несчастных случаев, аварий и всего прочего в стране сократилось несколько раз по статистике в это время. Все уменьшилось. Хотя вот небольшая аудитория, там, по-моему, несколько сот человек, ну, просто жила, вот там что-то думала о других. Ну, что-то проводили яги. Я точно не знаю подробностей, но вот такую информацию здесь, в Риге произошло. Это много лет назад. Я слышал. Я не проводил никакой статистики, но я знаю точно, что если вы сейчас будете всем искренне желать счастья, то в этом городе счастья станет намного больше. Веды говорят, что если 2% из 100 людей начинают жить правильно в стране, то страна необратимо поворачивается в сторону прогресса. Необратимо. 2% всего. И все. И вся страна идет в сторону прогресса. Представьте, какая сила. Сила истины огромна. Но надо себя, вот самого себя, не кого-то другого. Так Лев Толстой сказал. Надо себя заставить жить правильно, не кого-то другого. Мы всю жизнь чем занимаемся? Заставляем других жить правильно. Всю жизнь. Надо себя заставить, и все проблемы будут решены у всех вокруг. Просто одного себя, и все. В этом наш долг перед всеми заключается. Давайте сейчас мы будем этим заниматься. Я сейчас вам расскажу правила. Есть правила определенные этого мероприятия. Они, ну то есть, можно по-разному эти правила как бы объяснять. Но я сейчас вам определенный способ расскажу, как желать всем счастья. Надо мысленно кланяться всем, кто находится в этом зале. Уважать, сначала уважать тех, кто находится рядом. Это первое. То есть, повторять, я желаю всем счастья, мысленно кланяться всем. Второе правило. Надо повторять скромно. То есть, надо повторять, не кричать там, не пытаться выделиться. Просто скромно повторять, я желаю всем счастья, сосредоточившись на своем сердце в это время. Третье правило. Если вы почувствовали счастье, когда вы будете желать всем счастья, если вы искренне будете всем кланяться в стопы, прямо о стопах думать всех людей, и повторять, я желаю всем счастья, то есть всем вокруг, то у вас обязательно внутри появится счастье. И когда оно появится внутри, надо вспомнить какого-то святого человека и отдать ему, мысленно покланяться ему, и сказать, я отдаю тебе это счастье. И вот когда, если вы это сделаете, то ваша жизнь, хотя бы один раз, если вы это сделаете, вот так, то ваша жизнь неизбежно начнет улучшаться. Это неизбежно произойдет. Все. Так будем сейчас пробовать. Сели прямо. Надо сесть прямо, еще одно правило, надо проснуться. Когда человек тянется вверх, он пробуждает свою жизнь. То есть любые все медитации должны начинаться с того, что люди должны учиться тянуться вверх. Потому что ты тянешься вверх, а тело что делает? Оно хочет жить нормально. Надо его заставить тянуться вверх. Это первое правило. Я желаю всем счастья. 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 И желаю прис neue candle. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. И я желаю всем написать тебе. Я желаю всем счастью. Продолжение следует...